Он заметил, что вокруг много растет ревеня, поднялся и стал рвать его. Из ревеня мать варила отличные кисели. Он снял рубашку, натолкал в нее ревеня, завязал рукава и перекинул через шею, как хурджун через ишака. Горячий дневной свет понемногу линял, остывал, истекал с неба в ущелье, где загустевал вязкие сумерки. С вершины горы открывался дневной закат. Солнце, налитое, с кровавой тяжестью в брюхе, грузно оседало в клубневую гряду облаков. «Театральное действо», — подумал он, любуясь закатом, — и только сейчас ощутил глубокую тишину, в которой происходило это угасание дня. И сразу в тишине послышался шелест травы за спиною. Он обернулся. В шагах в пяти стояла собака, белая, в черных подпалинах, с обрубленным ухом, стояла и молча смотрела на него желтыми глазами. От неожиданности он вздрогнул и даже отступил на шаг. Непонятно было, откуда взялась собака, откуда и чья она. «Может, чебанская?» Она подбежала, стала молча ластиться, что было жутковато. «Нет, не похоже на чебанскую. Те собаки гордые, ничего у чужих не просят». «Ну что ты, что ты?» — спросил он, потрепав ее по голове, забирая в горсть единственное тряпичное ухо. Собака заговорил, чтобы услышать свой голос, хоть что-то услышать человеческое в этой томительной тишине. «Ты что здесь делаешь, а? Ну, чего молчишь?» Собака глядела на него, ждала. «Ты есть хочешь?» — догадался он. «Ах, бедолага! А у меня нет ничего. В палатке найдем. Пошли». Он повернулся и пошел. Собака потрусила за ним. «Пойдем, пойдем», — повторял он, стараясь не смотреть в ее странные желтые глаза. Прошли километра два, когда он вдруг понял, что заблудился. Это обескуражило его. Обычно он прекрасно ориентировался везде. В незнакомых городах, в лесу, в горах. А тут, на тебе, заплутал. Горы уже померкли. Сизыми тенями соскальзывали по ним облака. Небо загустело, налилось фиолетовым, и на окраине его всплыла сумеречно хрупкая луна. Собака стояла у его ног и, подняв одноухую голову, пристально смотрела. Две холодных луны плыли в ее глазах. Он отвел от собаки взгляд и огляделся, пытаясь сообразить, в какую сторону двинуться. Он искал арчу, выгнутую саксофоном. Но в сумерках, стремительно глотающих пространство, все труднее различались даже недалекие деревца. Хреновина какая-то, — буркнул он. Повернулся и пошел влево. Показалось, что за острым выступом скалы будет тропка, по которой он поднимался. Собака бежала за ним, как привязанная, и с каждой минутой ему все больше становилось не по себе. В голову полезли дикие мысли. Вдруг почудилось, что не за ним бежит она, а гонит его впереди себя, как гонит пастух бездумную скотину на бойню. Два раза он оборачивался и громко заговаривал с нею, с собакой. — Ты чего молчишь? — раздраженно спрашивал он. И собственный голос казался враждебным в этой темной тишине. — Ты скулить умеешь? А лаять? — Вот так умеешь? Он остановился и залился оглушительным лаем с подвывами, порыкивая. Склонив голову на бок, собака внимательно глядела ему в глаза. Наблюдала. Он почувствовал, как страх цапнул коготком где-то в животе и тихо выругался. — Пошла! — крикнул он собаке. — Дура! Все из-за тебя! Чего привязалась? Пошла отсюда! Собака спокойно глядела немигающими желтыми глазами. Он повернулся и побежал. Она за ним неторопливо, размашисто, словно была уверена, что никуда он не денется. — Ах ты так! — пробормотал он сквозь зубы, подобрал камешек и швырнул в нее. Собака отпрянула, мотнула головой и опять спокойно стала приближаться боком. — Да какая это, к черту, собака! — смятенно подумал он. — Никакая это не собака! — попятился, не решаясь повернуться к ней спиною. Поддался назад, и вдруг нога его скользнула вниз, зашуршали камни, он упал навзничь, и, чувствуя спиной и затылком перебор мелких камешков, стал сыпаться, сыпаться вниз по склону. Он понял, что попал в сыпун и катится в пропасть. Перевернулся на живот, стал тормозить локтями, коленями, хватаясь за что попало, но безуспешно. Медленно катился и катился вниз. Собака тоже попала в сыпун, катилась за ним следом. Сыпались камни. Один крупный угодил в собаку. Она завизжала пронзительно, задергала лапами, беспомощно пытаясь подняться и время от времени сваливаясь ему на спину. Повезло с этой рубашкой, набитой ревенем. Дурацкая прихоть, а как повезло! Она как подушка на шее смягчала падение и слегка тормозила и защищала голову от падающих камней. Несколько раз ему удавалось застрять на минуту, уцепившись за колючий сухой кустик. И он лежал, почти бессознательно отмечая, как сплывала, съезжала по камням собака, как замедленны, расщеплены ее движения. Наконец она прикатывалась к нему, он с ней разговаривал. Думала, доконаешь меня. Хрипло спрашивал он, заглушая гулки и дробные удары сердца и слыша, как колотится о его спину сердца собаки. Я-то понял, кто ты. Да уж не молчи. Скажи сразу, конец, что ли? Облизнул запекшиеся, распяленные в напряжении губы, подумал, а ведь и вправду конец. Застонал, дернулся и покатился вниз, и долго, бесконечно долго катился, пока не уперся ногами в валун. Несколько мгновений он лежал, глядя в сочное, чернильно-сгущённое небо, боясь пошевелиться. Валун качался, впереди внизу чернела пропасть, пасть ее дышала холодом. Приехали. А мертвело выдохнул он. Сверху прикатилась собака. Она молчала и тяжелым кулем давила на спину, дергалась, истекала кровью. Парные струйки крови бежали по его шее, груди, спине. Майка намокла и неприятно липла к телу. Он уже привык к собаке. Привык катиться с нею по бесконечному пути в пропасть. Она была вечным спутником, товарищем по смерти. Собака была судьба. Его собственная судьба с желтыми глазами, от которой он столько раз уворачивался. «Вот ты где меня достала», сказал он собаке. «Ну ладно, сейчас полетим. Сейчас. Да не дрыгайся ты, дура. Все уже кончено». Его тошнило, тянуло в пропасть. Дрожащей рукой он стянул шеи Хурджун с ревенем и выпустил. Несколько секунд, раскинув полные рукава, рубашка летела вниз, и это слишком напоминало человека. Краем глаза он увидел соседний валун повыше. Пришла вдруг странная мысль избавиться от собаки, раздвоиться с нею, уйти от нее. Одной рукой он уперся в валун, другой поднял собаку, она оказалась тяжелой, напрягся и перебросил за тот соседний камень. «Ну вот», пробормотал он, «лежи, ты теперь сама по себе». Тут он заметил, слева вверх по скале, насколько видно было в густеющей темени, выдаются щербатые уступы. И он решился. Подтянул колени, перевернулся на живот и, ухватившись пальцами за первый уступ, пополз по скале. Он полз медленно, осторожно, по одной, подтягивая ноги, нащупывая ими пройденный руками выступ, и тогда приникал к еще не остывшим от дневного жара камням, отдыхал. Один раз обернулся. Собака молча глядела вслед ему желтыми, лунными в темноте глазами. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ